Какой измерительный прибор висит на женском волоске, а какой прожигает свою жизнь на солнце? Почему в небо над Нарьинмаром каждый день запускают специальные шары и ждет ли нас глобальное потепление? Ответы на эти вопросы сегодня искал наш корреспондент Любовь Пермякова и вот ее репортаж. С помощью волоса женского, некрашенного, натурального, который растягивается под действием влаги, и вот, значит, ходит вот эта вот стрелочка. То есть вот здесь вот находится женский натуральный волос. А у кого волос вы дергиваете? У вас сотрудники общились? Нет, это волос не от сотрудников, это волос на самом деле специальные, то есть службы, специальные предприятия занимаются изготовлением таких приборов метеорологических, они очень дорогостоящие. Вот, и у нас прямо присылают такие коробочки, там очень много женских волос. Начальник гидрометеостанции Наринмара Людмила Севастьянова показывает нам гигрометр. Это прибор, который измеряет влажность и температуру воздуха. Вообще на площадке метеостанции находятся более 10 различных аппаратов. Напочвенные термометры, будки, осадкометры, гелиографы. Гелиограф, гелиограф универсальный, иначе еще называется он. Значит, он пишет, если это можно так сказать, солнечное сияние. С помощью вот этого шара он прожигает ленту гелиографа, которая очень плотная, как картонка. И когда мы снимаем эту ленту гелиографа, мы можем проследить то количество часов или минут, которое было солнцем. Данные из приборов снимают каждый день в любую погоду – холод, мороз, дождь. Но сотрудников метеослужбы капризами природы не напугаешь. Свою профессию они любят. Некоторые на станции работают десятилетиями. Есть и молодые кадры. Одна из них – Жанна Зуева. 21-летняя девушка трудится в отделе агрометнаблюдений. Я еще совмещаю немножко океанологию. Я занимаюсь еще дополнительно некоторыми постами, такими как Наргенмар, Рандик и Осколково. Я сейчас больше вникла в это, я побывала самим гидрометнаблюдателем, который находится непосредственно на этом посту. Нужно замерять воду, уровень воды. Также мы выезжали на расход воды. Нравится твоя работа? Да, очень. А почему? Не знаю, как-то мое, как будто бы просто, как будто меня просто здесь не хватало и все. Наблюдая за всеми изменениями в природе, более 20 работников метеостанции. Кроме гидрологов и метеорологов, есть аэрологи, которые считают свою профессию самой романтичной на Земле. Именно они каждый день в одно и то же время вместе с другими коллегами из разных уголков планеты одномоментно запускают в небо специальные шары, точнее метеозонды. Метеозонд – устройство для измерения различных параметров атмосферы, давления, температуры, влажности. Зонд выпускает каждые 12 часов. Получается последовательное отслеживание изменений погоды. Равные интервалы измерений и дают синоптикам возможность делать прогнозы. Кстати, в апреле аэрологами был запущен юбилейный шар. Ведь весной гидрометеорологической службе России исполнилось 185 лет. Совсем скоро метеостанция Наринмара тоже отметит день рождения. 93 года со дня ее образования. Кстати, первые наблюдения за природой в Ниньском округе начались в устье реки Печоры. Еще в июне 1901 года. Но это были лишь пробные исследования. В 1926 году станция начала работать в непрерывном режиме. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал Север.